Я вообще как учитель, работающий в школе, я вообще уважаю наше правительство. Слушайте, я его не избирал. Слава России и слава Путину. А что он хороших сделал? Он военный преступник, он должен быть в ГАГе. Как вы считаете, Путин хороший и вы начальник? Не очень. Почему? Ну, это видно. Видно, как у нас не очень все хорошо. Как вы кой войне относитесь? Негативно. Почему? Потому что это плохо. Всегда плохо, когда люди умирают, когда их убивают. Военный начальник может быть хороший, но руководитель, менеджер, ну такое себе. Потому что собирать вокруг себя такой персонал и не увольнять его, это очень неправильно в плане менеджмента. Как кой войне относитесь? Как отношусь, убивать плохо. Любая война заканчивается мирными переговорами, поэтому в любом случае гибнут, не гибнут люди, мирными переговорами закончатся и все. Нет. Почему? Ну, потому что. Тебя посадят, друг мой милый. Естественно, я вообще как учитель, работающий в школе, я вообще уважаю наше правительство, потому что я считаю, что очень многое сделано сейчас для страны. Именно сейчас. Например? Вкладывает вооружение, укрепляет границы, отодвигает недругов подальше от границы, от нашей. А как относитесь к военной операции? Вообще негативно, конечно, да, потому что гибнут люди. Я мама, у меня сын. Естественно, я переживаю, что, не дай бог, придется встать как в Великую Отечественную войну, да. Но я знаю точно, что наш президент принял это решение, потому что, ну, прям была точка последняя, последняя капля. Я считаю, по-другому он не мог поступить. Он дебил. Ну, вы что, о чем вы говорите? Он военный преступник, он должен быть в Гаге. Почему? Потому что, что он устроил на Украине, это же геноцид соседнего народа, ну, о чем вы говорите? Я, конечно, против войны, против безумия, которое творится. Хочется отсюда одним-днем уехать и все. Планируете уехать? Наверное, да. Нет шансов на будущее, наверное, этой страны, пока у власти эти преступники. А что он хорошего сделал? Я думаю, что нет вообще, абсолютно нет. Ничего хорошего, ничего плохого. Он вообще ничего не сделал. Сам, самолично ничего не сделал. Мне кажется, его бы мозгов для этого не хватило. А как относитесь к войне? Я считаю, что это вообще не то, что нужно сейчас этому миру. И есть куча других способов решать проблемы личного характера и общественного характера. Какие способы, например? Общение. Общение, рукопожатие. Не знаю, просто чистый, добрый разговор. Без повышенных тонов, как минимум. Да, куча миллионов способов и, блин, у людей тысячи лет эволюции. И неужели мы ничего лучше, чем это не придумали? Просто не могу в это поверить. Путин хороший военачальник? Нет. Почему? Потому что много бед. Например? Например, текущее событие. Да, конечно, великий военачальник. Слава России и слава Путину. Войне как относитесь? Война – это плохо. А вот спецоперация – это хорошо. Путин. Ну, какой же он военачальник? У него и образование несоответствующее. И, собственно говоря, он как главнокомандующий. Это такое формальное, самое главное решение принимает. Но, судя по тому, что происходит, ну, видимо, то, что было запланировано в специальной военной операции действия, они не пошли по плану. И поэтому, ну, можно сделать выводы. Какие? Ну, что был один план, а план не сработал. И, значит, скорее всего, то, кто в этом участвовал, они не очень хорошо умеют планировать. Ну, это, опять же, я не военный, я не разбираюсь. Я могу только по верхам судить. Наверное, вот так. А как вообще к военной операции относитесь? Ну, как к любой военной операции, наверное, ну, как бы не очень хорошо. Потому что страдают мирные люди, страдают военные люди. Страдание – это, наверное, не очень хорошо. Какие у нее были цели? Было это нужно или нет, я не разбираюсь, не знаю. Наверное, было нужно, раз на это решились. Отвратительные. Чему? Отчего хорошего. А где успехи какие? Как относитесь к военной операции? А как можно относиться к убийству людей? Негативно. Думаю, не очень. Чему? Да результаты не впечатляют. Слушайте, я вот, на самом деле, телек-то у меня дома нет. Вот, из разных источников я смотрю, что, ну, просто жвак ситуация. Вот, и поэтому сужу. Какие-то вообще решения в целом его поддерживаете, может быть? Слушайте, я его не избирал. Как относитесь к военной операции? Отрицательно. Почему? Ну, это военная операция. Это значит, мы не смогли решить какие-то наши вопросы невоенным путем. Ну, то есть, это нам нужно поставить два. А могли? Думаю, да. Все карты на ругах. Ресурсы, интеллект, что еще, наработки Советского Союза. То есть, ну, вагон всего, что мы могли бы использовать. Да? Ну, то, что называется мягкой силой. Ну, двоечники, чего. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok